Искусственный интеллект уже на фронте. Беспилотники и ракеты, которые сами умеют выбирать цель, способны отличать танки от машин и бить по приоритетных мишенях. Все это уже применялось силами обороны Украины, однако теперь ВСУ впервые получили беспилотники с искусственным интеллектом исключительно отечественного производства Saker Scout. На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон сам распознает типы целей, отдельно подписывая каждую. Одновременно он может различить и атаковать 64 типа техники и объектов. Это программное решение и есть ключевым в этой разработке и ключевое то, что это украинская разработка. Комплекс Saker Scout состоит из нескольких дронов. Главный работает разведчиком и определяет цели, будь то техника или даже здание и замаскированные позиции. После выявления объекта беспилотник передает координаты на командный пункт и цель поражают дроны-камикадзе, которые тоже входят в комплекс. При этом, несмотря на то, что комплекс сравнительно ближнего радиуса действия, свои задачи на линии разграничения он выполняет вполне успешно. А благодаря программному обеспечению способен бороться с главной сегодняшней проблемой БПЛА на фронте – вражескими комплексами РЭП. Как любой мультикоптер, он имеет достаточно небольшие дальности полета. Речь идет о 10 километрах. Из особенностей этой разработки – он имеет инерциальную систему навигации, то есть даже в случае использования противником РЭП. Он будет знать, где он находится и может вернуться, как минимум выйти из зоны поражения РЭП противника. При этом, учитывая, что разработка украинская, по мнению аналитиков, на комплексе Сейкер-Скаут все не закончится. Украина, очевидно, не будет закупать единичные образцы комплексов для своих задач. После тестирования системы искусственного интеллекта теперь ее, вероятно, возможно интегрировать в любые украинские дроны. Тоже программное обеспечение можно установить на дрон-камикадзе, потому что этот дрон разведывательный. А вот установить на дрон-камикадзе, который может лететь на расстоянии 700 километров и самостоятельно находить цели. Например, стратегический бомбардировщик Российской Федерации. Напомним, что экспериментальные образцы комплекса Сейкер-Скаут украинские военные начали применять еще весной прошлого года. За время эксплуатации комплекс удалось доработать и улучшить. Теперь же беспилотники с искусственным интеллектом уже пошли в серию.